Дева, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на ноябрь месяца, что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца. В конце расклада для вас я возьму карта совета и посмотрим, что вам высшие силы советует на протяжении всего месяца. И первая карта для вас в начале месяца. Вы входите в такую энергию, как победители. Не важно где, не важно в отношении, в работе, в каких-то ситуациях, но вы победители, вы одерживаете эту победу, вы входите, как то, что вы получили какой-то награду. Но посмотрите, эту награду все зависит от вас, как вы долго будете ее держать. Все-таки зависит от ваших шагов, от ваших мыслей, от вас то, что будете высказывать кому-то или что-то. Но все зависит только от вас. Давайте посмотрим, да, следующая карта и посмотрим, где вы одержали эти победы, в какой энергии, да, вы вошли уже в эту энергию, да. Карта села. А карта села может касаться, говорит о том, что вы научились контролировать именно самих себя. Именно может быть это касаться эмоциональной вашей борьбы. Вы как будто научились, да, успокаивать тот зверь, который внутри вас. Это ваше эмоциональное состояние. И вы намного становитесь мудрее, вы намного становитесь умнее. У вас духовно развивается. И я хочу сказать и поздравлять вас, потому что здесь идет то, что и высшие силы, да, за вами. И это, знаете, как эту награду, да, радуется, да, потому что вы все-таки могли уже, да, пройти какой-то путь, но этот путь для вас как достойный путь. Давайте посмотрим следующая карта, следующая карта, да, на начало месяца. Карта четверка жезла. Четверка жезла говорит о вашей, да, может быть о вашей, то, что вы более стали гармонизировать себя, более стать доверить себя, более быть уверены в себя. Здесь может быть еще касается в отношении, что вы как победители. У вас может быть налаживается какая-то ситуация в отношении. Может быть это доверители, может быть это партнерские, да, работы, которые у вас, да, это победа, да, вдвоем, да, потому что вы научились слушать других людей и люди научились слышать вас то, то, что вы говорите. Давайте посмотрим следующая карта, следующая карта на середине месяца, что вам говорят. Рыцарьков, а знаете почему? Потому что вы начали принять ситуации так, как они есть. Вы не начали спешить, вы не начали, да, растратить силы, да, ни в то время, ни в то место, когда не нужно. Вы просто плывете по течению, как рыба в воде. Вы просто берете от жизни то, что вам преподносит, да, и высшие силы говорят, да, вы вот достойны, да, уже получить что-то. Вы достойны вашего, этой награды. Давайте посмотрим следующая карта, следующая карта, карта мира, карта цели, карта ваших возможностей, карта вашей награды, успеха, удачи, достижений каких-то. сохраните для себя. Постарайтесь все это, знаете, держать как в оболочку. Если вы понимаете, как найти, нашли вот это правильного путя, так сохраните его, да, одерживайте эту победу, да, дольше в вашей жизни. Давайте посмотрим следующая карта, следующая карта, восьмерка мечей. Ну, ваше переживание, ваши каких-то ситуации все-таки вас не отпускаете, потому что есть еще страхи, есть какие-то, знаете, как бы сказать, вроде бы вы отработали, но еще вам чуть-чуть поработать на вашими страхами, да, на ваши каких-то переживания, на ваши каких-то иллюзии. Вот почему-то вы чуть-чуть не до конца вы себя доверяете, да, вот здесь на это все-таки нужно обращать внимание и проработать над собой. Давайте посмотрим следующая карта, следующая карта, карта семерка мечей. А вот и дает почему, потому что вы очень доверите, вы почему-то всем верите и рассказываете, вы всем верите, так как вы есть, но не нужно, здесь нужно обращать внимание, кто есть люди, как энергетические вампиры. На это нужно все-таки обращать, может быть, после каких-то разговоров вам нехорошо, у вас какие-то, может быть, головные боли, нужно от этого освобождаться и понимать, что есть люди, которые хотят только по-хитрому, да, к вам вот зайти, узнать какую-то идею от вас, украсть какую-то, да, какой-то ситуацию, да, и вам этого стоит все-таки освобождаться от таких людей. Давайте посмотрим следующая карта, карта восьмерка копка. А почему у вас хитрости, вот это, знаете, вот эти страхи? Потому что вы должны освобождаться, освобождаться от каких-то людей из прошлого, от каких-то ситуаций, от каких-то, может быть, моментов, да, мыслей, нужно все оставлять в прошлом, да. Если у вас идет то, что вы начинаете новый этап в вашей жизни, то отпускайте все, что не нужно в вашей жизни. Конечно, не нужно от всего, знаете, освобождаться, но то, что вам, вот, может быть, семерка мечей, может быть, это украдут вот эти мысли, даже вот прошлые какие-то люди, да, вот, которые вы еще их вспоминаете, которые от них нужно освобождаться. Давайте посмотрим следующая карта, карта совета, и что вам высшие силы советуют для вас? Карта семерка копка. Иллюзии, фантазии, мечты, все, что не нужно, все, что старое, все, что прожитое, нужно отпускать. Мои дорогие, конечно, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новое видео, подписываемся на YouTube-канале.